Орлята учатся не только летать, но и покорять просторы Вселенной. Во Всероссийском детском центре Орленок завершилась смена «Объединенные космосом», на которую приехали более 120 ребят со всех уголков России, победителей конкурса научно-технических и художественных проектов по космонавтике. За 21 день ребята стали друг для друга друзьями, коллегами и помощниками. Смена дала шанс не только примерить на себя роли следователей и ученых, но и подарила уникальную возможность встретиться с космонавтами и деятелями этой отрасли. О том, чем запомнилась смена, смотрите в сюжете Юлии Хворостяновой. Но только по моей команде. Программа смены многогранна. Занятие на тренажерах в Доме авиации и космонавтики уже стало традицией. Здесь, подобно начинающим космонавтам, ребята проверяют свою координацию, выносливость и вестибулярный аппарат. Исследовал свой вестибулярный аппарат. Я встала, меня привязали и сказали бежать. И в зависимости от того, как я бежала, я раскачивалась, и получилось, что колесо крутилось, и я крутилась в разные стороны. Помимо уже классических занятий, программа смены продолжает удивлять. Лаборатория космического питания предоставила орлятам свою продукцию. Ребятам выпал уникальный шанс попробовать еду из тюбиков, которые питаются космонавты, находясь в космическом пространстве. Отведать диковинку выстроилась целая очередь. Очень понравилось. Тут были и щи, и творог. Творог был, ну, кажется, с орехом, а щи зеленые почему-то были. Ну, в принципе, вот. Понравилось? Очень. Данила Иванов в Орленке впервые. Несмотря на свой юный возраст, он уже одержал победу во многих чемпионатах. Космонавтикой увлекается с 9 лет, но жизнь свою мечтает связать с авиацией. Данила участвует в значимом для Орленки событии. Вместе со своими товарищами он запускает самодельные ракеты. Процесс создания ребятам давно знаком и отточен на практике. Моя первая ракета полетела с пятого раза. Было четыре осечки. Потом она благополучно села на дерево, как происходило со многими ракетами. Мы ее сбивали достаточно интересным способом. Мы брали веревку, привязывали к концу веревки плоскогубцы и сбивали. Вот насколько это помнится. Первая ракета всегда очень запоминается процесс создания. Я помню каждый момент создания своей первой модели. Нужно идти своим ходом, нужно саморазвиваться, учиться самому достигать целей. За запуском ракет наблюдают все экипажи. Они овациями встречают своих товарищей и вместе с ними дают обратный отчет. Событие становится вдвойне ответственным, ведь за запуском наблюдает герой России, летчик-космонавт Юрий Шаргин. Ну и идея хорошая. Я еще когда был сам маленьким, в школе учился, я сам занимался авиамодельным спортом, поэтому мне это нравится. Это детей приучает ко многому. Все знания, все навыки, которые ты используешь, ты должен выучить заранее, потому что потом уже некому будет подсказывать. Встречи и беседы с известными космонавтами – еще одна уникальность смены, где, как не в Орленке, ребята смогут вот так тепло и по-домашнему поговорить с легендами отечественной космонавтики. Космонавты-испытатели Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и многие другие рассказывают о тонкостях профессии, о подготовке к полету и любимых занятиях в свободное время. Письмо кому-нибудь. Можно просто почитать. Хорошая библиотека там есть, ну такая электронная. Есть очень большая библиотека различных фильмов, сериалов, научно-популярных фильмов. Но вот за весь полет я только, может, один или два раза воспользуюсь этой библиотекой, посмотреть. Можно сказать, в личное время. Но и то это был общий просмотр. Поэтому личное время, опять же, очень дорого. Как-то хорошего. Встретить сегодня девушку-космонавта – редкость. Анна Кикина уже четвертый год готовится к полету в космос. Вместе с тренером-преподавателем Центра подготовки к космонавтам Александром Сердюком рассказывает ребятам о пользе здорового образа жизни. После презентации на эту тему Анна поведала о космической еде, подготовке и выборе жизненного пути. Ко мне это пришло. Понимание единомоментно. Мой образ жизни предыдущий, моя деятельность, они меня подводили к этому, получается, всю мою предыдущую жизнь. И в один момент я осознала, что я хочу быть космонавтом, когда узнала о том, что идет открытый набор, отряд. Я просто узнав нормы, которые предъявляются претендентам, поняла, что я по всем ним подхожу под этим нормам. И тогда все кубики, как говорится, сложились. И я точно поняла, что надо действовать. Я и хочу этим заниматься, и я подхожу. И как на практике казалось, я была права. Я еще раз подтвердила для себя то, что даже если ты что-то не умеешь, или у тебя что-то не получается, то все равно стоит пробовать. И вещи, в которых тебе неинтересно, или которыми ты не интересуешься, или считаешь, что они для тебя не важны, они все равно на самом деле важны, потому что любое знание, любое умение тебе всегда может пригодиться. И это действительно важно. В рамках смены участники сдали нормативы по космическому ГТО. Грамоты ребята получают из рук российских космонавтов и астронавта НАСА. Приезд технического директора Дагласа Уиллока стал для ребят сюрпризом. Юные космонавты увезут с собой не только заслуженные грамоты, но и сувениры. Тюбик с космической едой. Ну, что-то было сложновато, что-то легко. Например, гибкость. Я вообще одна из четырех экипажей, где нагнулась ниже всех. Что еще были? Были отжимания. В отжиманиях я низу, лучше. Там по результатам вчера было видно. На координации тоже, когда мы стояли, ногу подняв. У меня такой, ну, хороший результат, который требуется как раз в норму ГТО. Ребята, в свою очередь, знакомят американского гостя с традициями Орленка. Не обходится и без автографов, и общей фотографией. Чтоб нам завтра повезло, чтоб нам завтра повезло, чтоб сегодня повезло. Мы, ребята, ничего. Мы, ребята, просто вовс. Было бы здорово организовать нечто подобное в Америке, но, честно сказать, что это место уникальное. Но у нас есть план реализовать нечто подобное в Америке, так как у нас тоже есть площадки наподобие этой. Смена подходит к концу. Это значит, что ровно через год у самых талантливых ребят снова появится возможность набраться неповторимого опыта, завести новых друзей и пожать руку своему космическому кумиру.